Всем чудесного дня! Давно я не выкладывала видеоотчетов по своему маяку. Весь маяк практически готов. Остался только незавершен кустик. Там небольшое вкрапление, вы увидите, незаштрихованных крестиков. То есть то, что я еще не довышивала. Жить этот маяк было моей мечтой. Как только я увидела эту новинку от фирмы Pana, я тут же загорелась желанием. Мне непременно захотелось вышить этот маяк. Про маяки у меня есть очень интересная история. Был какой-то период времени, когда мне очень понадобилось, очень захотелось вышить маяк. Я стала искать какой-то хороший набор, хороший дизайн, который бы мне захотелось приобрести, захотелось потом вышить. И я стала в своих поисках обращаться в рукодельные магазины, в интернет-магазины, в офлайн. То есть вот такие стационарные магазины, которые специализируются только на вышивке. И везде я спрашивала вышивку маяка. В большинстве магазинов и отделов по рукоделию не было никаких дизайнов маяков. А если и были дизайны маяков, наборы, то, как правило, это какие-то старые-старые, уже всем надоевшие. Ну, не знаю, не надоевшие, но от Dimensions такие есть там сюжетики с маяками. Мне они не по душе как-то были. Вообще люблю Dimensions, но там серия маяков, как-то я спокойно была к ним. Не было такого желания, что прямо приобрести и непременно вышить. Вот, я никак не могла найти нужный мне дизайн, чтобы мне что-то понравилось из маяков. Но я ходила, все спрашивала, 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 интересовалась, интересовалась. И в итоге, что вы думаете, вдруг все вышивальные фирмы стали представлять на выставке, на ярмарке, в разделах новинок исключительно маяки. Начался какой-то бум маяков, там и Панна стала выпускать, и Риолис, и РТУ. Ну, в общем, все фирмы подключились и дружно начали выпускать отличнейшие дизайны с маяками. То есть нужно было походить, подоставать всех, спрашивать, когда будут маяки, когда, когда. Вот, видимо, как-то все, это вселенная услышала мои мольбы, молитвы мои. Вот, и маяки хлынули на вышивальный рынок. Очень интересные дизайны. Все дизайны практически мне стали нравиться. Все там интересно, все такое необычное. Есть как акварельная иллюстрация, есть как детская иллюстрация. И поскольку я любила вышивать подушки от фирмы Панна, то фирма Панна вывускает маяк в виде подушки. Ну, либо подушку в виде маяка. В общем, я в этом разнообразии просто купалась и не знала, что выбрать. Но когда увидела подушку от Панны, захотелось, конечно, ее непременно приобрести, отшить. Вот я сейчас вам показываю, сколько у меня уже вышито. И когда я приобрела этот набор, больше всего мне не терпелось вышивать вот эти кирпичики. Прям вообще, я думала, когда, когда эта кирпичная кладка начнется. А вначале, видите, вверху, там еще вот эта самая основная световая часть маяка. В принципе, для чего он устанавливается, да, на берегу. Вот, но вот эта скучная световая часть была сначала отшита, а потом начались кирпичики. И так было интересно, когда, знаете, маяк рос прямо на глазах. Вот, ну, до кустиков я дошла. Кустики, конечно, поскучнее вышивать. Вот, там много таких крестиков. Ну, не одиночных, но все равно скучновато. Вот, в целом дизайн шикарный. Мне нравится все, и цветовая палитра, и органайзер, и схемка, и все. Просто, просто, просто балдею от этого маяка. Мне он очень нравится. Вот еще раз покажу обложку. Какая будет подушечка. Просто на обложке, видите, она уже представлена в готовом виде. У меня еще не совсем готовый вид. Вот, ну, практически все уже движется к этому. Скоро финиш. Я хочу завершить этот маяк ближе к весне, либо весной. Мне хочется весной его завершить. Что понравилось, что? Вот надо же так придумать, да? Давайте поделаем подушку в виде маяка. То есть, я люблю как раз подушки отшивать от фирмы Pana. И маяк. Я мечтала когда-нибудь вышить маяк. То есть, такое, знаете, идеальное сочетание. И маяк, и подушка. Шикарно. Тут, видите, еще есть птички, чайки. Вначале я их как бы не заметила. Может, невнимательно разглядывала этот дизайн. Вот, когда в новинках увидела, все внимание обратила на что угодно, но не на птиц. А потом, когда получила, поближе смотрела, смотрю. Тут еще и птицы есть. На каждом ряду с кирпичной кладкой. Видите, птички есть. В реальной жизни я никогда вот таких классических маяков, да? Белая-красная полоска. Я никогда таких не видела в реальной жизни. Вот, ну, на иллюстрациях, на картинках они меня манят. Они мне очень нравятся. И я любуюсь ими. Такая есть небольшая любовь к маякам. Ну, в принципе, многие любят маяки. Вот за их красоту. Такую вот, в принципе, аскетичность, да? Строение. То есть, вроде все так скромно, лаконично, понятно. Но в то же время какой-то такой уют, теплота. В последнем видеоотчет по маяку я выкладывала, когда у меня вышла, это была только верхняя часть, где вот непосредственно источник света в маяке находится. А также одна кирпичная кладка. По-моему, так вот у меня на этом было показано. Ну и белая часть. К моменту этого видео у меня вышел весь маяк полностью. Осталась только часть, которая является кустиком. У подножия, у фундамента, как там, первого этажа, или не знаю, как сказать. У основания, вот, правильно сказать. У основания маяка. Так вот, этот кустик у меня остался. И все. Я вот заступорилась на этом кустике. Первый почему-то легче пошел, а второй, ну, все, я не могу. Эти зеленые крестики, ярко-зеленый, темно-зеленый. Их тут много оттенков. Вот видите, я показываю отшитую часть кустика. Вот, и вторую часть мне показалось скучновато вышивать. Я думаю, сейчас я переключусь на другой дизайн и там отдохну. А потом, в начале весны, в марте завершу маяк. И таким образом у меня будет весной маяк закончен. Еще вам близко покажу крестики, как все это выглядит поближе. Маяк этот имеет еще, видите, окошечки. И каждое окошечко располагается на белом ярусе. Это не первая моя подушка от фирмы Панна. Я, кстати, хорошо помню первую подушку. Это был медвежонок. Помню, как я его заказывала, как получала, как вышивала его. Отчего-то все укладывала в инстаграм. Может, надо же посмотреть, пролистать вниз. Там можно найти эту подушку, как я вышивала. Маяк – это очередная моя подушка. И я рада, что тут сошлись так удачно две ипостаси. То, что это маяк и то, что это подушка от фирмы Панна. То есть все очень прекрасно. Все, что я хотела, все, что я мечтала. Все будет вышито. И подушка, и маяк. Там из этой серии еще есть китенок, есть кораблик и маяк. Они одновременно вышли, одновременно появились в новинках от фирмы Панна. Из всей этой морской коллекции, которая вышла одновременно, мне больше всего понравился маяк. На втором месте кораблик, ну и на третьем месте китенок. Маяк, конечно, прям любовь с первого взгляда. На этом мой видеообзор подходит к завершению. Я хочу сказать вам большое спасибо за просмотр. Хорошего дня, чудесного дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok